друзья всем привет это я с вами ирина бегаю сегодня по делам целый день так как я уже теперь безработная у меня нет работы вот ездила сегодня в центр занятости отвезла все документы так что теперь буду ходить сюда отмечаться ну они сказали пока через месяц прийти вот будут выплачивать мне 11 280 пока так сказали потому что я уже подхожу как парит пенсионному возрасту вот и 11 280 но так как они сказали подняли всем путин поднял было восемь у простых граждан кто устраивался кто не у кого не предпенсионный возраст платили по 8 в месяц тысяч вот теперь подняли за 12 и мне сказали что так у кто у кого предпенсионный возраст у того идет 11 280 больше вот и так что сказали что со временем наверное буквально в течение этого месяца тоже нам поднимут и то что он говорит про пенсионеров они он что-то ничего не сказал но я думаю нам поднял она сказала что вам тоже поднимут и где-то в районе 15 тысяч я буду получать а вот и бегала сейчас здесь еще одну справку в пенсионный фонд в пенсионном брала справку потому что они неправильно сделали для центра занятости вот и мимо про их проходила это здесь я в московской области в балашихе мимо проходила и думаю что такая за очередь стоит я вам сейчас покажу думаю что это за очередь такая стоит непонятно оказывается эта очередь эта очередь медицинский центр гематез называется а я прочитала недавно здесь у нас по новостям что в гематезе в где в московской области можно сдать анализ на коронавирус но это платный анализ стоит он 1400 и вы знаете какая очередь стоит и молодые и разные и молодые и старые стоят целую очередь сдать анализ на коронавирус вот впереди зелененький видите гематезе медицинская лаборатория и вот очередь стоит вот они на расстоянии метра друг от друга вот смотрите это все очередь стоит в этот гематезе так что люди которые подозревают вот в москве у нас прекрасная погода солнечно довольно таки тепло уже многие люди надели маски я сегодня тоже бегала по разным инстанциям поэтому я тоже везде в маске нахожусь и сейчас эту справку обратно отнесу вот она очередь тоже издалека ведь отнесу свою справку которым не переделали передам все наши организации которые есть практически все закрыты сегодня уже например центр занятости и пенсионные где было пускают либо по там например по два по три человека в помещении вот либо что еще хотел сказать выскочила в общем по два-три человека пускают да и в пенсионном фонде вообще вот сейчас не пускали а через дверь я передала справку ту что мне нужно и мне ее переделали но вообще они сказали что надо записываться теперь по телефону или онлайн сервис вот записываться и можно приходить к ним ну там вот они смотрят тоже чтобы не было столпотворение и все такое москве все больше заболевших вот поэтому мы принимаем все меры и с понедельника мы садимся на домашний карантин сейчас я охраннику передам документ заходить уже не буду здесь вот центр занятости приема нет все я все отдала иду к машине у нас уже вот видите травка на улице и почки такие уже большие на деревьях иду к машине и поеду сейчас домой я еще время сейчас уже сколько часа четыре дня я еще с утра вообще маковой росинки не было попила только кофе утром и все и я вообще голодная ужасно я думаю уже вечер решила сварить себе что-то захотелось не ела сто лет шумную кашу и захотелось ее сварить именно с изюмом вот смотрите я положил туда изюм и сейчас еще нарезала сверху яблочко такую кашку сейчас поем пшенную я ее варила сначала на воде потом когда она более-менее разварилась я добавила молока и еще немного проварила ее и вот такая кашка получилось вот и венички своей собачки тоже положила кашку он любит всегда когда ем кашу всегда даю ему и с изюмом он и с изюмом ест вот сейчас остынет немножечко и и я ему тоже да обязательно кусочек маслица сливочного я туда положила так что буду сейчас ужинать еще раз привет это уже следующий день сегодня 28 суббота 28 марта сегодняшнего дня в карантин я вышла с вени гулять утром вот сегодняшний в дня карантин все должны сидеть по домам с утра на улице пока конечно же мало народу потом наверняка все выйдут на площадку в москве уже больше тысячи зараженных вот и как бы увеличивается число зараженных становится все страшнее смотришь на другие страны и не знаешь что будет в твоей стране что ждать вот так что пока на неделе у нас карантин старики уже с 26 сели у нас с 28 и теперь пока на неделю но все уверены что это неделя потом продлится до месяца скорее всего посмотрим что будет дальше настроение если честно не очень хорошее как-то грустно и неизвестно что ждать и переживаешь за родственников за родителей вот хотела сейчас купить думала выпечка гриль шаурма у нас там пирожки пекут сыром хочу пурки вот такие вот вот это взяла денежки с собой осмотрю закрыто все не будет работать все закрыли магазины все у нас теперь закрыты кроме продовольственных аптек автозаправки госучреждения открытые продуктовые но все равно еще краску для волос надо было мне купить я забыла вот пойду куплю краску для волос зайду магазин все парикмахерские закрыты салона красоты и все такое с венечкой в лес прям за нашими домами здесь у нас лес и озеро дома наши стоят и здесь сразу лес и зона здесь нет никого сейчас хорошо на улице очень тепло ветра нет шикарная погода сегодня наверное вообще очень тепло будет я думаю что сегодня все побегут на шашлыки обычно здесь вот у нас делают шашлыки все приходят он даже мангальчики стоят вот и мы тут тоже постоянно шашлыки делаем потому что на озере нам запретили делать шашлыки раньше там к озеру ходили а здесь вроде как можно красиво ченки что лично я делаю с корона с борьбой с борьбой по коронавирусу для себя ну во первых я пью много чая и чай пью то с лимоном то с ромашкой вот как бы вот это все ну советуют с лимоном с ромашкой потом вчера я выпил даже тарафлю заварила себе потому что как-то я себя чувствовала не очень но меня на самом деле немножко подкашливаю редко но как-то я вот подкашливаю вообще мне никогда нету кашля я не курю потому что вот и а тут как-то я стал подкашливать все и вчера выпила тарафлю вот потом выпила еще и орбидол думаю попью я есть у меня против вирусный орбидол были вот и думаю ну ладно попью я их на всякий случай потому что я не знаю чего ждать и как-то себя предохранять надо я не знаю вот я делаю вот такие процедуры мою руки конечно обязательно после мытья и после гуляния после откуда я не пришла я сразу мою руки вот сейчас я вышла когда села в лифт я прям чувствовал как в лифте все дезинфицировали пахло очень флоркой вот у нас уборщица молодец вот каждый день я выхожу каждый день он набросали сколько здесь никто не убирает мусор вот каждый день она убирает все моет нам с хлоркой и на первом этаже я вышла прям хлоркой очень сильно пахло все она промыла все кнопочки в лифте ну кнопки в лифте все равно я рукой не нажимаю я либо через кофту как-то стараясь либо если у меня какая то есть в кармане бумажка через бумажку нажать эту кнопочку в лифте то есть стараясь не дотрагиваться особо ты чё там вень оп-оп-оп а вот что почувствовал взбодрился весь вот так что стараясь как бы да не дотрагиваться и вот вчера ходила в маске и с собой взяла маску тоже сейчас зайду в магазин одену маску потому что не знаю в цели безопасности в общем потому что смотрю много из италии и блогеров и на фейсбуке много статей из девочки пишут из италии прям призывают чтобы ребята это не шутки мы с этим столкнулись типа и в общем все так серьезно опасно что у нас в моргах не хватает ни мест и людей просто сжигают и не дают даже попрощаться возят грузовиками вывозят сжигают и все только слышно как бьют колокола в память вот то что там наверно когда сжигают или в общем в память людей там колокола значит у них там принято как-то звон колокол колокол колокольный а вот самолет летит но у нас почти сократили все рейсы летит куда-то на север с той стороны север наверное это по россии рейсы за границей то практически все по моему отменили по россии может быть еще какие-то оставили либо это летит самолет на вывоз наших как они сказали что будут вывозить наших граждан и за границей так что такие дела погода просто прекрасная возвращаемся уже обратно погода прекрасная сейчас уже на улице 10 градусов тепла и сегодня обещают 16 мне кажется чуть ли не до 20 на n поднимется вообще прекрасная погода конечно в такую погоду навряд ли кто-то будет сидеть дома все захотят выйти на улицу как я и сказала уже люди пришли на шашлыки уже с углем с пакетами сейчас у нас в аптеку узнаем если маски нету маска нигде вот я еще данным-давно купил несколько штук все скажите а маски есть нету у нас вот маленький магазинчик и здесь есть что есть хлеб есть мы сейчас завезут еще узел есть все печенье здесь тоже на полку все есть сверху баса яйца все есть буря сосиски здесь такую-то девочку у нас еще есть я краску сейчас здесь посмотрю купила себе вот такую краску лореалевская 635 шоколадные паралине это я прошу себе корни такой краской ну обычно я вообще другой гарниера шоколадом крашу но я ее тоже смешиваю но такой не было и я купила лореалевскую попробую она вроде посветлее даже вот попробую ей покрасить не сейчас я уже купила потому что через недельку может пораньше придется покрасить вот и есть мне чем заняться в карантин рисую картину уже вот больше половины практически я нарисовала сижу потихонечку так что успокаивает хорошо циферки очень мелкие рисовать ее очень тяжело но получается вот такая вот красота хочу потом подарить ее папе маме я уже нарисовал такую картину не такую там другую то есть там с цветами красивые тоже и вот это для папы вене все нагулялся намылся я его шампунем все все лапки ему все вымывая шампуньком помылись лежит теперь отдыхает все довольный довольный до венечку довольны нагулялся да сынок нагулялся мой рыженький сыночек его как намоешь он сначала бегал здесь как бешеный сумасшедший ну как все собаки а теперь завалился слушай чё я вам говорю друзья на этом все заканчиваю свой блог на сегодня думаю влогов будет сейчас намного больше будут наверно какие-то рецепты тоже так как сидим на карантине дома всем здоровья не болейте соблюдайте правила гигиены не забывайте протирать мыть руки и протирать свой мобильный телефон всем здоровья и добра пока